Здравствуйте! Меня зовут Яковлева Наталья Викторовна. Я являюсь социальным работником кабинета медико-социальной помощи женщинам при женской консультации. Сегодня мы с вами обсудим, какие меры социальной поддержки положены женщинам в связи с беременностью и рождением ребенка. Первое пособие, на которое может претендовать женщина в связи с беременностью, это постановка на учет в ранние сроки беременности. Следующее пособие, это пособие по беременности и родам в связи с выходом женщины в отпуск по беременности и родам, если женщина работает. Значит, если женщина безработная с этого года появилась для определенных категорий женщин и такой вид пособия. В этом случае неработающая женщина в связи с беременностью обращается в управление пенсионного фонда города Манчегорска, либо оформляет выплату через портал государственных услуг. Следующее пособие, это единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Данный вид пособия выплачивается либо работодателем по месту работы, если женщина работает, либо органами социальной защиты, если женщина безработная, а также отец ребенка является тоже неработающим. По окончании отпуска по беременности и родам, женщина выходит в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Опять же, если женщина безработная, в этом случае данный вид пособия со дня рождения ребенка назначается органами социальной защиты. Помимо данных видов пособий, у нас появились новые пособия, пособия в связи с рождением первого ребенка. Одно федерального значения и зависит оно от уровня доходов, второе региональное. Положено оно женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет, постоянно проживающим на территории Мурманской области. Далее, женщине в связи с рождением ребенка положены еще дополнительные социальные выплаты, если семья находится в трудной жизненной ситуации. К таким видам пособия относятся ежемесячное детское пособие, адресная социальная помощь. Эти виды пособий также назначаются и выплачиваются органами социальной защиты по месту жительства или месту пребывания женщины. Если в семье родился третий и последующие дети, то семья приобретает статус многодетный и перечень социальных выплат расширяется. В связи с этим семья имеет право на получение регионального материнского семейного капитала, сертификат. Семья в зависимости от уровня доходов имеет право на выплату по уходу за третьими последующими детьми в возрасте до 3 лет. Семья получает льготу на ежемесячные коммунальные выплаты, семья получает удостоверение многодетной семьи. Ну и в зависимости от нуждаемости можно обратиться, проконсультироваться по поводу получения земельного участка. Также семья в зависимости от уровня доходов может претендовать на субсидию по жилищно-коммунальным выплатам. Различные виды социальной помощи назначаются либо по месту жительства женщины, либо члена семьи, либо по месту пребывания. Консультации по оформлению пособий вы можете получить в Центре социальной поддержки населения, который находится на Комсомольской 7А, по телефону 3-29-95. Либо часть пособий назначается и выплачивается пенсионным фондом. Обращаетесь в пенсионный фонд. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что активно развивается портал государственных услуг. И основную массу пособий вы можете оформлять удаленно в удобное для вас время через портал государственных услуг. Индивидуальную консультацию вы можете получить либо по телефону, либо записавшись на прием в регистратуре женской консультации для того, чтобы мы с вами предметно поговорили о той жизненной ситуации, которая касается лично вас. Жду вас с нетерпением. Приходите, пожалуйста. Спасибо.